Автомобиль с быстросъемными фургонами. Аналогов этого продукта в России нет. Новинку автотехники разработали в Нижнем Новгороде. Такие машины могут использоваться и коммунальными службами, и ресторанами быстрого питания, и даже спецслужбами. Технология позволяет на базе одного шасси построить автомобиль практически любого назначения. В этом году нижегородские автофургоны отправятся в Европу. На очереди Южная Америка и Африка. На этом предприятии строят новый цех. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» завод получит льготный кредит на строительство. Делаем больше продукции, получаем больше зарплат. На сегодняшний день вакансии уже объявлены. Это 55 человек. Мы готовы принять на работу высококлассных слесарей механо-сборочных работ. Если они высококлассные, то мы их научим. На этом швейном предприятии в Нижнем Новгороде выпускают на экспорт спецодежду. Планируется расширять рынки сбыта и, соответственно, производство. Для этого на заводе построят новый цех, куда закупят дополнительные оборудования. Карьерный рост ожидает хороший. Соответственно, зарплата будет расти. И, естественно, индексироваться или еще как-то. Я думаю, нас ждут только большие, хорошие перспективы. А что дает развитие компании? Естественно, стабильность. Стабильность, стабильная работа, стабильная заработная плата. Когда увеличивается, идет рост заказов, естественно, идет и увеличение заработной платы. Всего в рамках нацпроекта в регионе стартует более 30 промышленных проектов. В федеральный перечень вошла 31 заявка от 28 нижегородских предприятий. И по количеству заявок мы разделили четвертое место по России. Но с кем разделили? С Москвой. Хорошее соседство для нашей области. Объем поддерживаемых инвестиций составил более 74,5 миллиардов рублей. Это новые цеха, это новые производства, это новые технологии, это новые рабочие места, это самые современные продукции, потому что другая на экспорте просто не нужна. И то, что у нас три десятка предприятий получат государственную поддержку, а это 4 льготный процент кредитования под 4,5 процента, это очень хорошее условие для поддержки бизнеса. Планируется, что география экспорта нижегородских предприятий будет включать более 30 стран мира, включая США, Германию, Францию, Китай и многие другие. Кстати, кроме промышленной продукции регион планирует увеличить и экспорт продуктов питания. Например, впервые за границу отправили нижегородское пиво. Первые поставки в Монголию и страны СНГ начались еще в прошлом году. Валерия Стародумова, Екатерина Васильева, Вячеслав Орлов. Время новостей.